С-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, с вами Умалик, и мы продолжаем с вами изучение суры Аль-Фатиха. Пророк, саллиллаху алейкум, сказал, указавшему на благое полагается такая же награда, как и совершившему его. Поэтому прошу вас как самому изучать суру Аль-Фатиха, так и делиться этими благими знаниями, распространять с своими близкими, друзьями, родными. Мы продолжаем с вами изучение пятого аята суры Аль-Фатиха и разбор последнего слова в этом аяте. Слово «наста'им» в пятом аяте. Первое это «нун» или первое в этом слове, на что следует обратить внимание, это «нун с фатхай». При произношении «нун с фатхай» у нас в основе умеренное открытие рта и соблюдаем мягкость «нун» и, соответственно, огласовки, которая идет с ней. Не делаем грубую ошибку, не склоняем ее к «не», да, «не», нет, так мы не говорим. Произносим «нун» мягко с ее огласовкой «на», «на». Порой склоняют ее к большей мягкости и говорят «не», «неста'им». Нет, внимательно, да, как я уже вам раньше говорила, на каждую фатху обращаю внимание, потому что частая ошибка «не», «не» — это уже «таквиль», да, «не». Никто знаком с знанием, да, про «пыраат» и понимает между ними разницу между «таклилем», да, склонением к букве «я» в большей или меньшей степени или «эмэлей» уже. То есть мы так не делаем, а так делать не следует. Следующая после «нун» у нас буква «син». Напоминаю, как у нас уже было в самом первом слове «бисми», да, «син» мы не отрываем, не говорим «насы», «насы», да, нет, это будет неверно. Мы говорим «насы», «насы», соблюдая «махрадж», «сифаты», «буквы», да, и продолжительность ее. То есть мы не читаем отрывисто или быстро. Буква мягкая. «Нас» и «сукун», который сверху, да, помогает нам понять, что же мы и как мы читаем этот харф. Следующая «та», да, следующая буква «та» с «сфатхай», опять же, те же рекомендации, которые были с «нун», по поводу открытия «та», да, «та» также мягкая буква. Единственное, на что следует обратить внимание, что буква «та» у нас имеет «хамс», да, и иногда делают ошибку, говорят, например, «настай», 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 «ин». То есть произносим букву «та», «с», в отличие от «нун», да, у нее есть вот эта цифра «хамс». И тоже мягкая «настай», 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 «ин». Далее буква «айн», буква «айн», да, у нас середина горла. Для того, чтобы эту букву хорошо натренировать, я уже вам говорила, да, что в предыдущем, по-моему, уроке там тоже, да, то есть нужно вам натренировать, по сути, вот этот гортань, да, то есть если она у вас не задействована в родном языке, в котором вы, которого используете, общаетесь, да, то это нужно уже в арабском языке или в речении Корана натренировать. Путем тренировок, упражнений, да, которые были озвучены, но просто так, да, без тренировок, если у вас эта проблема, да, потому что если все нормально, у вас язык, в котором есть эта буква, то, конечно, вам будет легко. Если же нет, путем тренировки обязательно спрашивать рекомендации и мнение учителя, да, правильно ли или неправильно вы ее произносите. Плюс еще здесь айн с кэсрой. Еще важный момент, такое слышала от своих студентов, что им как бы кто-то из учителей сказал о том, что горловые буквы, они как бы твердые все, и поэтому огласовки с ними мы читаем вместо и, читаем как бы и. Это, ну, как бы, если сразу изначально такое учить или говорить, то склоняет студента к тому, чтобы произносить эту букву изначально с и, да, а не с кэсрой. Это неверно. Ну, во-первых, это точно не твердые буквы. Возможно, в каком-то языке есть там айн с твердой, там айн, айн, да, там, ну, возможно, но не в арабском. В арабском языке у нас буквы, у которых есть истиаля, это твердые буквы, да, или у которых может быть твердость не за счет истиаля в некоторых позициях, да, но буква айн ни к тем ни к тем не относится. Вот. Ну, конечно, можно произнести ее твердо, и что будет неверно. Да, то есть айн, ваын, нет, ри, 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 да, если мы от гамзи оттолкнемся, и, ри, и, ри, ри, говорим ри, ри, да, то есть она мягкая. То есть тут сразу как себе запомнить, что она мягкая, она не твердая буква, и ни в коем случае не нужно ее к таким присоединять. Да. Касру, да, акцентируемся на касры здесь, айн, пара, пыли, сян, кончики языка, вниз опускаем, да, чтобы язык приобрел нужную форму для произношения касры и долгое я после нее, да, мы мягко читаем. Ай, ай, наста, айн, айн, и таким образом буква айн у нас получается мягкая буква с касрой. Протягиваем здесь мант, в основе он тянется два хариката, но так как здесь последнее слово в аяте, да, то, как мы помним раньше, при остановке мы можем потянуть два, четыре или шесть. Но при остановке на сукун, да, если мы останавливаемся на сукун, то есть нун при остановке с сукуном читаем, тогда вот такие варианты. Другие варианты пока мы не рассматривали. Если же вы соединяетесь с последующим аятом, тогда читаем нун в ламмай, и, соответственно, один вариант этого манда, тогда яль-нудея будет читаться только в два хариката в этом случае. При остановке еще важное замечание такое, чтобы нун вы не обрывали, да, или вообще она не пропадала, то есть иногда бывает так, нас-та-а-и, и потом нун, в принципе, не слышно, да, или обрывают, например, нас-та-а-и, да, то есть не дают и гунну, или делают как палкала, нас-та-а-и-ни, тоже неверно. Мы должны дать звучание нун уже как бы через назализацию, и у нее есть немножко времени, тоже его не нужно очень чрезмерствовать, это время, чтобы она на удвоение не была похожа, нас-та-а-и-ни, да, и все. То есть даем и завершаем этот харф. Вот. Таким образом, мы с вами завершили этот аят, и, иншаллах, благодарю вас, что были со мной, подписывайтесь, делитесь, ставьте напоминания о будущих уроках. С вами была Умна Алик. Ассаляму алейкум. Умна Рахматуллахи и Берекет.